Геннадий Котцов Геннадий Котцов В Соединенных Штатах доказали существование программы, которая может прослушивать телефоны и другие гаджеты пользователей для дальнейшего показа рекламы. 19-летний Ноах Амато из Понто-Ведрик, Флорида, был приговорен к 10 годам тюрьмы за нападение на 4 еврейских подростков в октябре 2022 года. Несколько человек пострадали во время стрельбы около школы в городе Ист-Кливленд, штата Огайо. В штате Луизиана 10-летнего мальчика заключили под стражу после того, как он признался в убийстве экс-мэра города Минден и его супруги. В Небраске арестовали женщину, которая заперла младенца в автомобиле на жаре и ушла кататься на лошадях. В горах Санта-Моники в штате Калифорния пятилетний мальчик подвергся нападению пумы во время прогулки с родителем. В США яхту унесло от побережья во время шторма, ее пассажиры провели почти двое суток в бушующем океане, прежде чем их спасли. Картину голландского художника Рембрандта Ван Рейна случайно нашли на чердаке и продали с аукциона за 1 миллион 400 тысяч долларов. 2 сентября в возрасте 88 лет в США умер Джеймс Даррен, популярный в прошлом актер и музыкант, звезда комедии 50-70-х годов. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. В среду Дональд Трамп примет участие во встрече с избирателями на телеканале Fox, а позже на этой неделе выступит перед сотрудниками правоохранительных органов Шарлотти, Северная Каролина и проведет митинг в Висконсине. Вице-президент Камала Харрис в понедельник во время предвыборного митинга поддержала идею того, чтобы американская сталь использовалась в отечественном производстве, собственно идея Трампа. Один из помощников ее предвыборного штаба сообщил, что Харрис вместе с президентом Джо Байденом в понедельник провели митинг в Питтсбурге в поддержку сталелитейщиков по случаю празднования Дня Труда. Это их первое совместное выступление на предвыборном митинге с тех пор, как Байден вышел из гонки, а Харрис получила номинацию от партии. До митинга в Питтсбурге Камала Харрис провела митинг до Троити, штат Мичиган, и вице-президент сказала, что американская сталь должна оставаться в собственности под управлением отечественных компаний и ответственно подчеркнула свою приверженность тому, чтобы всегда защищать американских сталелитейщиков. Мероприятие в Питтсбурге проходило на фоне событий на Ближнем Востоке. Напомню, что в выходные Израиль излег тела шести заложников из туннеля в Газе, где они были недавно убиты боевиками Хамас, что вызвало резкую критику стратегии администрации Байдена по прекращению огня и новое давление, например, министра Израиля Бенемина Натаньягу с целью вернуть оставшихся заложников. И в понедельник Байден заявил журналистам, что, по его мнению, Натаньягу не делает достаточно для заключения сделки по освобождению заложников, а республиканцы тем временем обвиняют Байдена и Харрис в гибели заложников. В понедельник президент и вице-президент провели встречу в ситуационной комнате Белого дома с командой американских переговорщиков по сделке с заложниками, чтобы обсудить усилия по достижению соглашения. Между тем ожидается, что и Харрис, и ее соперник-республиканец, бывший президент Дональд Трамп, активизирует работу с избирателями, особенно в штатах, где идет острая борьба, таких как Пенсильвания, Джорджия, Мичиган и Невада. В среду Трамп, как я уже говорил, примет участие в городском собрании на телеканале Fox, а позже на этой неделе выступит перед сотрудниками правоохранительных органов Северной Каролини в городе Шарлотт и проведет митинг в Висконсине. Недавний опрос Reuters Ipsos показал, что Харрис лидирует в гонке. Ее поддерживают 45% избирателей по сравнению с 41% поддержки у Трампа. Трамп обвиняет Харрис как действующего вице-президента в администрации Байдена Харрис в постоянном росте цен на продукты питания и нелегальной миграции. Он также часто выступает с негативными комментариями о ее интеллекте, что ни для кого не секрет, и происхождение. Так Трамп вызвал недовольство на собрании журналистов-афроамериканцев в июле, когда он охарактеризовал Харрис как человека, отвернувшегося от своих южноазиатских корней в пользу афроамериканских. Цитирую, я не знаю, индианка она или чернокожая, сказал Трамп. Напомню, в действительности отец Харрис уроженец Ямайки, а мать индианка. Однако предвыборная компания Харрис, похоже, превзошла компанию Трампа по сбору средств. На прошлой неделе компания Харрис сообщила Федеральной избирательной комиссии, что в июле она собрала 204 миллиона долларов, в то время как основная группа Трампа по сбору средств сообщила в этот орган, что собрала 48 миллионов долларов. Ну, опять-таки, медовый месяц июль политической четы Харрис Уоллс заканчивается, и уже сейчас идет разговор о том, что избиратели начинают камали Харрис охладевать. Соединенные Штаты близки к соглашению о передаче Украине крылатых ракет большой дальности JASSM класса воздух-земля, который устанавливается на самолеты западного производства, так сообщает Рейтерс и ряд других СМИ со ссылкой на источники. По словам собеседников Рейтерса, окончательное решение еще не принято. В случае положительного ответа Киеву придется ждать несколько месяцев, поскольку США решают, как сказано, технические проблемы, связанные с передачей ракет. Ракеты JASSM до сих пор устанавливались только на самолеты, разработанные в Соединенных Штатах, но в частности на истребители F-16. Некоторые уже получены Украиной. Каждый самолет может нести по две ракеты. И, по словам одного из собеседников Рейтерс, предпринимались попытки сделать ракету, пригодной для использования с истребителями другого происхождения. Но информации о том, какие самолеты из украинского арсенала подойдут для этого, нет. Украинские военные, как отмечает Рейтерс, эксплуатируют советские самолеты МиГ-29, Су-24 и Су-27. Военные аналитики и эксперты отмечают, что отправка JASSM в Украину может существенно изменить ход конфликта, поскольку большая часть России окажется в зоне досягаемости высокоточных боеприпасов. Это может вынудить российских военных отодвинуть плацдармы и склады снабжения на сотни километров вглубь территории. Запуск ракеты с точек вблизи северной границы Украины может позволить им поражать военные объекты на расстоянии вплоть до Воронежа и Брянска. Ракеты JASSM, как отмечает Рейтерс, спроектированы так, чтобы быть малозаметными. Их трудно обнаружить на радаре. Ну и кроме того, они могут летать близко к Земле и программироваться на обход противовоздушной обороны. Каждая ракета имеет боеголовку массой около 450 килограммов, почти полтонны. Но в отличие от британских Storm Shadow и французских Scalp, она не предназначена для проникновения в укрепленные бункеры. По данным Рейтерс, существуют две модификации ракет JASSM. Старая модель имеет дальность около 370 километров, а новая около 800 километров. О какой модификации идет речь, неясно. В августе издание «Политику» сообщало, что администрация Джо Байдена открыта к поставке Украине крылатых ракет большой дальности. И представитель администрации предупреждал, что тем не менее предстоит проделать большую работу, как было сказано, прежде чем какие-либо ракеты доберутся до Украины. В том числе убедиться, что стоящие на вооружении Киева самолеты советской эпохи ИФ-16 могут запустить ракету по целям на расстоянии более 350 километров. При этом запрет на удары по целям глубине России, американским оружием, по-прежнему остается в силе. Администрация Байдена опасается, что снятие ограничений спровоцирует Россию на еще более агрессивные действия в отношении Украины. Трудно понять, что может быть более, кроме, опять-таки, Соединенные Штаты заявляют, что снятие ограничений не будет иметь стратегического значения, поскольку Россия переместила наиболее важные цели, включая авиацию, далеко от границы. А что такое более агрессивные действия? Ну, тактическое ядерное оружие. Опять-таки, об этом постоянно разговор. Насколько может Путин быть готов к такому решению, это большой вопрос. 31 августа, напомню, глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что передал высокопоставленным чиновникам Белого дома список целей на территории России, которые Киев хочет поражать с помощью американских дальнобойных ракет «Атакамс». 15 человек были арестованы в Турции по подозрению в причастности к избиению двух американских морских пехотинцев. Избиение произошло в Измире 2 сентября. Военнослужащие – члены экипажа универсального десантного корабля «Весп», пришедшего в порт Измир с визитом. Все задержанные – члены Союза турецкой молодежи, это молодежная организация, связанная с нациалистической партией Родины. Движение выступает за вывод американских военных баз с турецкой территории. Согласно видеозаписи, опубликованной Союзом турецкой молодежи, активисты набрасываются на солдат, скандируя «Янки гоу хоум». На голову военным надевают мешки. Видео сопровождалось текстом американским солдатам, руки которых в крови тысяч палестинцев, нечего делать в нашей стране, то есть в Турции. «Весп» прибыл в порт после совместных учений с кораблями ВМС Турции американских союзников по НАТО. Представитель Белого дома сообщил, что инцидент вызывает беспокойство, но приветствовал быстрые действия турецкой полиции. В Соединенных Штатах доказали существование программы, которая может прослушивать телефоны и другие гаджеты пользователей для дальнейшего показа рекламы. Об этом сообщает издание 4O4Media. Инструмент создали специалисты американского медиаконгломерата Cox Media Group CMG. Они собирались использовать эту программу для настройки рекламных кампаний. В числе клиентов CMG были указаны Google, Amazon, Meta и другие компании. О программе впервые стало известно в декабре 2023 года, а летом журналисты 4O4Media получили доступ к внутренней презентации. Инструмент получил название «Активная прослушка» – Active Listing. В презентации говорится, что система может использовать смартфоны и прочие устройства, фиксируя данные в реальном времени. Собранную информацию сервис объединяет с поведенческими данными для настройки более точных рекламных кампаний. Система на базе искусственного интеллекта также способна анализировать цифровой след пользователя, оставленный им в интернете. И в описании Active Listening не говорится, каким образом система собирает данные. В презентации указаны тарифы на использование сервиса. За 100 долларов в сутки он может собирать информацию о пользователях в радиусе 15 километров, за 200 долларов – 35 километров. В презентации CMG говорится, что компания сотрудничает с лучшими Google, Amazon и Facebook. Опять-таки, Facebook принадлежит корпорации Meta. Однако неизвестно, использовали ли перечисленные компании новый инструмент прослушки. После того, как журналисты 4O4Media запросили комментарий у Google, в корпорации заявили, что исключили Cox Media Group из списка рекламных партнеров. А в Amazon опровергли связь с CMG. В Meta же ответили, что запустили внутреннее расследование. 19-летний Нуах Амато из Понте-Ведро, это Флорида, был приговорен к 10 годам тюрьмы за нападение на 4 еврейских подростков в октябре 2022 года, сообщает Associated Press. Срок ему был увеличен за попытку скрыться от полиции и, как сказано, безрассудное вождение в 2023 году. По данным следствия, Амато и его друг ехали на велосипеде по пляжу Понте-Ведро в 2022 году, находясь под воздействием и наркотиков, и алкоголя. Амато выкрикнул оскорбление в адрес 4 еврейских подростков, которые праздновали Суккот. Затем Амато ударил одного из подростков пистолетом в лицо и выстрелил из пистолета рядом с головой подростка, на лице которого остались ожоги. По версии защиты между Амато и еврейскими подростками произошла словесная перепалка, после чего Залман Барокос, он пострадавший подросток, первым толкнул Амато. Равин Нохум Куринский, дядя Барокоса, требовал выдвинуть против Амато обвинения в преступлениях на почве национальной и религиозной ненависти, но прокуратура таких объявлений не предъявляла. Амато извинился за боль, которую он причинил семье Барокоса, заявив, я беру на себя стопроцентную ответственность за отвратительное преступление, которое я совершил. Я был сильно пьян, выпив целую бутылку спиртного и приняв немного перкацета. Ну это такой наркотик. Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу. Редактор субтитров А.Семкин